всем привет краткое содержание предыдущего эпизода там мы выяснили что у американцев за что ни возьмись не было вообще ничего что они ничего не знали и не понимали что советские ученые послали в космос радиационно устойчивых черепашек специально для того чтобы никто не догадался но уважаемый эксперт легко раскусил их коварный план и что чем тяжелее космический корабль тему он козырнее продолжаем погружение в бездну только одна аппаратура жизнеобеспечения и ориентации у нас весил 2300 килограммов как можно поверить то что такой аппарат мог поймать на орбите и вернуться обратно живым космонавтом ну начать можно с того что система жизнеобеспечения в меркуриях было существенно проще и соответственно легче советской то есть нет пресловутого туалета со всеми его насосами трубопроводами бачками и прочими причиндалами плюс дыхание чистым кислородом под низким давлением позволяют упростить систему не нужно таскать собой азот не нужно иметь толстые стенки чтобы держать высокое давление ну высокая атмосферная все можно упростить облегчить и в этом же смысле упрощению облегчению помогает небольшой ресурс всей системы в целом то есть самый длительный полет по программе меркурий был последним в серии м а 9 он продолжался всего-то на все один день и 10 часов то есть и этот аппарат был самым тяжелым из всех этих меркуриев 1400 килограмм а восток кстати во множественном числе как будет востоке ластки востоке могли летать существенно дольше что показал опыт полета восток 5 который продолжался как ни странно практически пять суток это во первых системы жизнеобеспечения проще легче меньше и так далее во вторых если аппарат сам по себе легче то и система управления ориентации она тоже будет легче потому что ну не нужно проворачивать большую массу сам аппарат меньше соответственно короче трубопроводы там топлива проводы внутри меньше проводки и так далее все это как бы существенно влияет нам итоговую массу меньше топлива с собой можно брать и в третьих я чего-то вот ни разу не слышал а такой однозначной закономерности что более тяжелый корабль однозначно вернет живым свой свой экипаж на землю а легкий корабль начни вернет потому что мы все знаем примеры космонавта комарова и пацаева волкова и добровольского им тяжелые советские корабли ничуть не помогли выжить так что уважаемый эксперт что то здесь гонит к тому же вот можно показать этот снимок 1 мы покажем его прибыль как раз там видно президент кеннеди вместе с якобы побывавшим на орбите джоном уленом рассматривает эту капсулу меркурий даже краска не обгорела на динае стоит написано боку и в самом деле чуть она не обгорел то вон флаг обгорел выцвел от логотипа миссии почти ничего не осталось а эта надпись вот она ну хорошо читается да странно как такое может быть это же гуашь или нет не гуашь а это акварель да нет тоже вряд ли она бы растворился до в морской воде наверное это масляная краска или эмаль типа такой который вот заборы красят ведь не может же это быть какая-нибудь керамическая краска например на силиконовой основе же невероятно это слишком круто для американцев они же тупые а локтюхин ты молодец к сожалению я точно не знаю что это за покрытие какой у него состав или торговая марка но синевато-черный цвет капсул меркуриев и близняшек это неестественный цвет примененных там металлов то есть уже упомянутый сплав rn-41 еще не упоминавшийся берилли и прочие сплавы которые там использованы в разных местах они в натуральном виде имеют вполне обычный металлический блеск по которому совершенно непонятно что это что-то особенное темный цвет им придает керамическое покрытие очень тонкое напыление которое нужно практически для того же самого что и чернение и анодирование поверхности каких-нибудь радиаторов то есть это увеличение эффективности отвода тепла схожие технологии материалы применялись еще и в других аппаратах и раньше и потом как например в ракетоплане x15 и на котором в частности еще летал мир нил армстронг и также в проектировавшимся но ни разу не летавшим x20 дайнасуар внешняя поверхность сервисного модуля адаптера кораблей джемини покрыта белой минеральной краской какая-то белая керамическая краска и в том чтобы аналогичным способом выполнять какие-нибудь надписи белым цветом ну я не вижу никаких принципиальных сложностей в этом если нужно нарисовать флаг или какой-нибудь разноцветный логотип то к белому минеральному пигменту это скорее всего диоксид титана был можно добавить еще какие другие цветные минеральные пигменты устойчивые к воздействию высоких температур кинь соединения кобальта хрома и еще чуть их дофига всяких разных и кстати если мы присмотримся внимательно ко всем этим изображениям при большом увеличении там видно что поверхность подвергалась воздействию очень неслабой температуры и скорее всего вибрации еще очень там отлетели кусочки от этого всего вот но есть современные примеры уже более конкретные в одном катал не буду называть в одном каталоге ссылка будет в описании под этим видео есть и белые и черные и зеленые красные синие и желтые неорганические эмали и проводящие и не электропроводные устойчиво в диапазоне температур от минус 180 до плюс девяти сотен градусов цельсия а некоторые даже еще более широком диапазоне там почти до полутора тысяч градусов цельсия и они сохраняют цвет под воздействием атомарного кислорода и солнечной радиации на протяжении не менее чем четырех лет атомарный кислород это основной бич вызывающий коррозию материалов на аппаратах летающих на низкой околоземной орбите ультрафиолет солнечный и вот это вот атомарный кислород некоторые из этих покрытий были испытаны еще на станции мир продолжают испытываться нам мкс и используется для нанесения рисунков маркировки надписи и так далее также вполне известно что благодаря разработкам наса теперь каждый желающий может купить себе керамическую минеральную теплозащитную краску она реально существует и продается и наверное даже можно заказать себе из-за россии или из ближнего зарубежья если очень надо вот еще пример опять-таки не сочтите за рекламу керамическая краска эмаль стойкая во всем диапазоне температур от минус 196 до плюс тысячи градусов цельсия если позволяет субстрат то есть если вы ей покрасить и картон то естественно она отвалится намного раньше стоит все это навсего 450 британских фунтов за четыре с половиной литра что называется налетай покупай а может быть она тоже не существует и наконец еще одно дополнение вот это ребристая поверхность кожуха она нужна для повышения жесткости его элементов и одновременно для минимизации температурных деформаций то есть они становятся как бы запрограммированы уже понятно где в каком месте они будут возникать собственно по той же самой причине шкурка самолета ср-71 сделан такой волнистый несуразно огромные шайбы вызывающие неподдельный восторг у многих уважаемых экспертов они прикрывают увеличенные крепежные отверстия а это нужно для чего это нужно для того что если все таки механическое напряжение из-за температурного воздействия станет слишком большим то пластинки вот эти вот как они называются черепица шинглс чтобы они могли немножечко елозить на месте относить друг друга ну оставаясь как бы прикрепленными все равно корпусу аппарата увеличение аэродинамического сопротивления в данном случае она абсолютно никак не мешает то есть в космосе на аэродинамику вообще наплевать а во время старта когда эти аппараты они стартуют они не прикрыты обтекателями и прям так и летят во время старта это несущественно то что мощность ракеты как бы позволяет не обращать внимание на чуть-чуть возросшие потери также еще можно предположить это мое собственное предположение что во время приземления за счет этих неровностей создается как бы дополнительные изолирующий слой воздуха и за счет вот этой микротурбулентности а без внешней обшивки без этого кожуха капсула выглядит вот так это специальная краска ну конечно локтюхина красава подколол этих пиндосов ну конечно какая там специальная краска ну что вы вот например надписи на бортах шаттлов тоже остаются вполне себе читаемыми после возвращения ну ладно может сказать что эти элементы конструкции шаттлов не подвергаются таким уж прям высоким температурным воздействием ладно но маркировка индивидуальных теплозащитных пластин тоже остается читаемой а там-то воздействие ой 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 между прочим должны были отгореть но остаются на месте видимо и шаттлы тоже не летали дальше что еще служит основанием для так сказать так считать эту программу ну все какой как бы в это же время примерно создавался экипаж женский логично женский экипаж фейки феечки не отвлекаемся меркурий 13 звал первый звался меркурий 6 или 7 по числу астронавтов мужчин а меркурий 13 по числу женщин которые должны тоже были полететь в космос женщины с большим энтузиазмом откликнулись на призыв как говорится слетать а чей призыв наверное наса да провели медицинское обследование женщины даже показали более лучший результат чем мужчина потом неожиданно программу отменили без всяких объяснений ну как же так локтюхи но объяснение тоже всем давным давно известно всем кто интересовался этой темой они они так вот нас и не имел никакого отношения к этому клубу то есть это была личная инициатива участниц они как не официальный призыв слетать и вернее даже это была инициатива одного из участников этой затеи а участницы появились несколько позже и этот мужик да он там какой-то косвенное отношение к нас имел но не более того это не было официальной программой результаты которые показали боевые дамы они не так уж прям однозначно лучше чем у мужчин то есть все этапы все тесты полностью прошла только одна из участниц и их кстати было больше чем 13 20 с чем-то только одна по имени джерри кобб но естественно в космос она не попала потому что нас и сказала ребята вы там как бы сами по себе мы к этому не имеем никакого отношения первой американкой попавший в космос стала салли райда это был полет стс-7 в 1983 году ну пожалуйста вам новая дата начала американской космонавтики на и кстати этот самый новозеландский инженер фил кудс уже на полном серьезе считает что американцы впервые на своей технике попали в космос вот только вот недавно на капсуле крю дрэгон которая тоже никуда не летала потому что это все компьютерная графика ну да просто закрыли все попытки лидера этой группы узнать чем же дело никаких результатов не дали проблема была в том что в то время реально существовало такое явление как половая дискриминация впрочем оно и сейчас существует да потому что мужик всегда виноват но условия наса по соответствию для набора в отряд астронавтов были сформулированы так что от претендента требовался опыт пилотирования высокоскоростных летательных аппаратов а в гражданской авиации в то время таких аппаратов фактически еще не было они потом появились а потом опять исчезли но дел 10 то есть в астронавты фактически могли попасть только выпускники военных летных училищ несмотря на то что в гражданской авиации были женщины пилоты в военные училища их в то время не брали и соответственно потом то произошли некоторые послабления и процесс пошел но вот в то время это было невозможно так что это не наса неожиданно прекратила программу без всяких объяснений а это сами леди летчицы отсеялись еще до начала набора ну время такое было соответственно можно сделать вывод что зачем лишние свидетели фальсификации соответственно можно сделать вывод о том что ракетчик зачем-то начал фантазировать там где можно было бы и промолчать переходим программе джемини это вторая программа которая якобы была до аполлонов там тоже недостаточная масса корабля этот нелепый критерий мы уже рассмотрели отсутствие абляционной защиты на боковой поверхности и этот тоже и самое главное конечно то что краска не обгорела до аппарат был двухместом и на каждого космонавта приходилось примерно до целых три десятых метра кубических пространствах он там сидел в общем в одной позе какой-то полулежа ну да да тесноватым там было действительно но почему вообще и меркурий и близняшки были такие маленькие легкие в таком разительном контрасте с американским образом жизни того времени как так вышло ведь если бы их проектировали киношники или там например из автопроизводителей того времени то получились бы огромные просторные такие звездолетища и там знаете с бассейном с кинозалом с баром со всеми делами как в том фильме 55 года а здесь как-то вот скромненько уютненько по-домашнему почему ну разгадка здесь не в совершенстве американских технологий которые позволили все миниатюризировать а наоборот в их несовершенстве на тот момент над устранением недостатков американцы конечно очень активно работали но во время развития программ mercury и джемини они были вынуждены использовать те ракеты которые уже были в наличии межконтинентальные баллистические и прочие подобные аппараты то есть сатурны они разрабатывались параллельно но они только разрабатывались а эти ракеты уже есть их можно использовать но они оказались довольно таки словосильными для нужд пилотируемой космонавтики и поэтому разработчикам приходилось идти на всевозможные вот компромиссы и ухищрения и упрощения лишь бы только утолкать пилотируемый корабль в массу и габариты ядерной боеголовки поэтому отказались от всего от чего только можно отказаться в первую очередь вот от туалетной системы в этом плане советский подход конечно выгодно отличался то есть оказалось проще нарастить мощность ракет чем ужать аппаратуру ну вот так без туалета летать 14 дней да как же без туалета когда с туалетом то что он выглядит непривычно это еще не значит что его нет потому что в каком-то смысле даже дырка в балу или там лоток с наполнителем это тоже будет туалет 14 дней без отправления естественных потребностей не смог бы пролетать даже супермен то есть астронавты они конечно ребята крепкие но не настолько у капсул джемини уже была встроена система отведения жидких отходов ее прототип кстати впервые был испробован еще на меркуриях там изначально вообще ничего такого не было и не подразумевалось но после истории с неожиданной утечкой инженеры призадумались как бы предоставить хотя бы базовое удобство членам экипажей приспособление для сбора твердых отходов жизнедеятельности она появилась впервые джемини потому что там уже более-менее длительные полеты осуществлялись и это разумеется был не унитаз какой-то там а-ля советский космический туалет но со своими задачами это приспособа худо-бедно все-таки справлялась то есть это тут все тот же самый как вот в ополонах потом использовался пакет с клейким клапаном и встроенным напалечником чтобы там помогать силы тяжести то нет и приходится помогать астронавты как бы относились к этой штуке без особого восторга потому что пользоваться ей неудобно она не очень надежная но выбирать все равно не из чего поэтому приходилось превозмогать тяготы и лишения но никто и не обещал что будет легко на орбите в этом там же был один 14 сутки полет и после этого вернуться и как огурцы это невозможно на сколько это возможно или нет я здесь в подробностях рассказывать не собираюсь потому что у меня уже есть мини-сериал про доктора попова и огурчики отошли у вас туда вернее туда ссылка в описании под этим видео но может быть были какие-то специальные медико-биологические программы ведь мы же знаем да что например даже для тех же спортсменов допинг западный значительно более качественно чем наш например возьму болезнь какие-то мобилизационные ресурсы организма включаться могли наши тоже не слабаки космонавты были уже после шести дней отмечалось даже наше сидел на полета гораздо более свой простой на корабле союз у которым раньше был туалет санузел общий объем был двух отсеков бытовой отсек и спускаем аппарат восемь метров кубических а не 1,3 десятых там ну правда на двух человек на двух человек нет там они отдельно были там не общий объем был как пинали они каждый сидели так у джемини тоже объем был общий это одна кабина просто в ней два места при необходимости астронавты могли переодеться и такой эксперимент вроде был как раз в полете джемини 7 проверялась возможность снять скафандра в условиях невесомости и затем обратно его напялить и скафандра у них кстати тоже были такие очень новаторские для своего времени но оказались они не особо удобными зато легкие наверное при желании они могли бы даже местами поменяться но таких подробностей я уже не знаю и вот на этом месте давайте поставим исходничек на еще одну паузу и вернемся к нему уже в следующем эпизоде я вам тогда пообещал что впереди нас ждет масса интересного ну вот эта масса стала еще на чуть-чуть поближе оставайтесь на канале до скорых встреч